следующее вот это вот аленушка до или аленка до сих пор не знаю как правило вот одичала соседский участок одичал это капитал поначалу она была почти такая я так удивился посмотрите это квинти так видите это мой новый лидер потому что этот мелко красная на вкус то очень урожайная красивая внутри красная розовая мякоть вот ну когда я привез квинти с украины третье поколение перестал уже замерзать так и у меня чуть чуть больше не сахара а вот это вот чтобы дальше не знаю а вот это алёнышка она была почти как мелба это же подумал не посуду ли мне мелко но вот пришли годы так а это участок заброшенный и к нему не подходит уже где-то 20 лет никто туда не заходит вообще почему ну так сложилось может иногда зайти собрать плоды и вот она начал дичать дичать а у меня такая тема я не хочу сейчас на нее заставить внимание но на всякий случай я хочу чтобы вы поняли я когда увидел что она три раза стала мельче уже и напоминает аленушка вот эти вот такие плоды были первые на первом поколении вот я ввел новый термин называется деревья маугли потому что когда-то я обращал внимание на маугли детей которая без воспитания без общения с по себе подобными с детства дичали и уже никогда не становились людьми оставались зверьками люди звери вот потом я перенес это на кошек на собак то же самое нет людей значит вырастают зверьки если рядом люди вырастают ласково милые существа которые мы даже наделяем человеческими свойствами и наконец когда так как камушки складывается здание последнее вот такие вот наблюдения нету человека деревья дичают деревья плохо растут вот а присутствие человека у них происходит вот такой вот то есть были бы кто-то рядом бы я не говорю про уход я например за садом не ухаживаю но он у меня очень культурный так и не дичает но вот этот термин он касается всего живого или мы очеловечиваем деревья значит так людей и животных или они они становятся дикими вот один из примеров подробнее мы как-то поговорим а пока я просто констатирую факт вот посмотрите вот сергей железов вот это вот квинти третьего поколения специально уже не занимаемся им вот специально его происхождение это по одним данным голландия это на украине мне сказали по другим это британская колумбия канада вот кажется так и я не ожидал конечно так вот так удачно это сложится ну это что сейчас можно уже заниматься распространением полным основанием вот так вот это вот я сам мы с вами прошу году вот это снимали вспоминайте на новом участке да вот и это я прям с экрана снял вот потому что тот что вы держали они были мельче это порядка 400 грамм я к чему говорю садку можно сказать я там постоянно течать не собирается так вот вот это вот еще фотографию покажу свежую я его сфотографировал сергея потому что вот эти вот яблоням уже пошел второй год они обогнали его в росте где-то метр под 90 вот продолжают расти осенью еще может удастся продать а может уже и не удастся тогда топор дальше так оставлять нельзя между ними вот такое расстояние вот такое вот как вытянутые парцы вот мы до этого дожили я спрашиваю сколько у него средняя цена 1000 рублей и тут заговорит он-то следит за рыночной ценой и это уже несколько лет и вдруг появляется на рынке 700 800 это те которые сто процентов умрут потому что самый северный это крым потом есть подлинное занятие выписать с самого юга вот привезти в деревню на тот момент это была деревня кавы якобы доращивать якобы их районировать а потом уносить на рынок ну что доращивают метро высаживание как его доращивать продать не могут прикопают а потом говорят а вот у нас это сибирские сибирские ага и так по всей сибири это стало модным словом доращивать вот а здесь получается ну полтора раза дороже а вот и тот говорит скидывал я так бы по 1000 скидывал цену и в то же время вот это все никому уже не надо и вот это вот вот причем это все по-честному вот а мне тут было несколько сотен поздравлений так отовсюду везде в сетях да вот связи с юбилеем 70 лет вот и один человеку удается написать вы самый честный в россии и сергей я вас горько вздохнул все невозможно у меня стенки прижали попробуй соврить супруга сергея не выдержала пока у него все меньше-меньше желающих вот эти она же сидит на приеме заказов а ей говорят шелковицу подавай смородину крупноплодную подавай это сам жимолось подавай вот потом крыжовник подавай ну вот она взяла сама раскопала грядку просто чтобы отстали много тут не заработаешь конечно но технология вот она знакомьтесь она безотходная практически значит это может быть фундук может быть лещина почему я показываю во первых он тут накопал вокруг падали косточки и сами порастали рассказываю как анекдот я собрал последнего предпоследний урожай это было выкопаны и получилась вот такая грядка их уже можно покупать тем более себе а вот насколько на урожай тогда вокруг то падала и поросла и пожалуйста появилась даже питомники хотя еще перед этим даже не планировали но не пропадать же добро были выкопаны пересажены растут а потом получается я уже тот последний урожай собрал вот я не собирался я не искал сроки какие-то я где-то за три месяца я не зафиксировал ни одна не взошла тогда я решил так а эти-то зашли самосев так же вот тут они вышли ну что мне остается делать мне остается одно опять собрать а урожай очень хороший там очень много будет несколько сотен как минимум я их соберу и предложу наверное на продажу но уже буду так говорить опыт у меня никакого я ни разу в жизни не вращиваю это почти случайно так опыта никакого поэтому я даже знаю эти фундуки или лещина когда садится фундук культурная форма с косточкой из них получается один из четырех кустов сохраняет качество фундука а остальные в такую полудикую форму получаются решили но выражая не сказывается дешевле крещено моростойкость величина выше вот она сибирь вот здесь повыше здесь минус 40 я вам гарантирую было по крайней мере две предпоследние зимы и есть возможность широко использовать но начинать надо с чего заказать надо будет посадить видимо осенью эти сами взошли никто их не садил век живи век учись то есть по сервикации у меня ноль сходов а это само взошло вот на этом основании и опять же предложу косточки без всякой халтуры именно отсюда не с рынка ставьте себе получить звание самого честного садорода и после этого на рынке пойти и купить там ли виду или два косточки крупно красиво вот вот это вот так так и будет вот эта фотография сделал как сосед у нас с той стороны мощность были но густо посажены весной 2015 сеансы абрикосовая они выросли уже от елены санны три или четыре роста фотографии мы делали а пересажены сразу за забор на территории соседа они были пересажены полежали в 2016 году посажены ни разу может кроме посадки не политы растут практически диким способом вот но растут а вот это это один забор тут же рядом вот тут они вот видите вот за забором и тут же рядом второй сосед это рыночный 2016 год давайте сравнивать вот это вот рыночный то есть они как были куплены так с того момент они не росли вообще я уже помните в прошлом году я уже фотографии делал я покажу что они не растут уже вот эти были довольно крупные вот эта разница огромная разница и тут напрасно выводы а может быть они ни при чем может быть и здесь не позволяет им почва об этом будем говорить но не хотят и не будут расти сам интересует правее растет мощный мощный абрикос что это откуда почему не растет не растет и все вот сидят в одной паре уже давно плыла носили давно приносили радость у них куча детей насколько все просто люди здесь есть когда это получается не мауля почему не растут войдем дальше а интересно если бы они мои посадили бы вот как здесь пяток моими руками выращены чтобы было сам не знаю что время ушло вот ну что получается вот эта девочка лера так . сергея он теперь торгаш жена его татьяна торгашка вот я показывал выше он с непроданными яблони все с этого момента дочка каждый день играет собирает все что можно продать каждый раз меня и прочее вытягивает 150 рублей цена у нее крепко держится вот два огурца вот два я купил за 150 рублей вот я боюсь что с него будет лучше бы не было магазина лучше бы она в саду играла ну это просто горькая вещь потому что я душа не на месте вот так вот надежда на этих еще моих пацанчиков они зарабатывают деньги но в саду вот потому что пропадает смородина вот так вот